Ром Бакарди. Пропитанный проверенными временем традициями, объединяющими в себе науку и технологию. Бутылка совершит несколько оборотов для нанесения этикеток. Искусство и страсть. Вы не можете себе представить, сколько радости доставляет нам изготовление Рома. Это компания с многомиллиардными оборотами, принадлежащая одной семье. И сегодня некоторые из членов этой семьи соберутся, чтобы создать свой лучший Ром. Новый купаж в честь 150-летия фирмы. И мы сможем получить эксклюзивный доступ за двери с летучей мышью на мегазавод Бакарди. Мегазаводы Бакарди. Это храм Рома. Главный перегонный завод Бакарди неподалеку от Сан-Хуана, Пуарто-Рико. Здесь производится более 200 миллионов бутылок Рома в год, которые продаются в более чем 100 странах мира. Начинается новая смена. В обычный день здесь производится свыше 150 тысяч литров Рома. И руководит этим процессом Джо Гомес. Я делаю Ром уже 32 года, и считаю, что здесь очень важна настоящая страсть к этой работе. Он маэстро, мастер-купажист. Все Ромы Бакарди смешиваются из различных партий. И задача Джо – смешать эти разные партии, чтобы удостовериться, что Ром, который мы купим в магазине, будет соответствовать стандарту Бакарди. Очень приятный. Сегодня перед ним стоит новая задача. Он будет помогать восьми бывшим мастерам-купажистам из семьи Бакарди создать новый исторический купаж в честь 150-летия фирмы. Готовясь к их визиту, Джо отбирает лучшие образцы Рома, которые семья будет использовать в новом купаже. Мы все очень взволнованы и с нетерпением ждем этой встречи. Тем временем на другом конце завода Хосе Класс занят ежедневными заботами производства Рома. Он – директор по производству. Почти каждая бутылка Рома начинается с него. И в деле поддержания постоянного вкуса и аромата Рома он полагается на технические достижения. Ты не мог бы отправить сюда первую цистерну с патокой? Все начинается с партии свежей патоки. Это патока из сахарного тростника. Это сырье, которое мы используем для производства Рома. Похоже на мед, сделанный из сахарного тростника. Каждый год с ноября по апрель закупщики Бокарди прочесывают тропические страны мира в поисках сахарного тростника наилучшего качества. Машины собирают и перерабатывают урожай. Тростник отправляется в дробилку, где измельчается, чтобы добыть из растения все сладкие соки до последней капли. Жидкость уваривается и превращается в патоку. Работники лаборатории проверяют ее на вязкость, следя за тем, чтобы она соответствовала необходимым параметрам для производства алкоголя. Затем патока отправляется на завод Бокарди неподалеку от Сан-Хуана, Пуэрто-Рико. Это будет закачано в бродильный цех, где мы добавим к патоке воду и дрожжи и превратим все это в ром. Ром производится на заводе площадью 51 гектар, разделенным на шесть основных производственных участков. Первый этап — бродильный цех. Затем перегонка. Розлив по бочкам, склад выдержки, участок фильтрации, купажирование и, наконец, розлив по бутылкам в Джексон-Вилле, штат Флорида. На заводе Бокарди в бродильный цех ежедневно поступает более 227 тысяч литров патоки. И задача Хосе — взять каждую каплю густого черного сока и превратить ее в алкоголь. Хосе смешивает патоку с водой. На этом этапе оператор добавляет дрожжи, которые превращают сахар в спирт. Этот сорт дрожжей находится под тщательной охраной. Биохимик Ребекка Сантини — единственный из шести ученых на предприятии, удостоена чести работать с ним. Все тщательно охраняется, потому что это наше детище, наше творение. Эти дрожжи были открыты и выращены свыше 150 лет назад основателем Бокарди Доном Факундо Бокарди Массо. Для нас это имеет особое значение. Это единственные дрожжи, которые мы используем, дрожжи Бокарди. Когда все готово, она передает дрожжи в бродильный цех, где ждет Хосе Класс. Хосе дает зеленый свет началу процесса брожения, или ферментации. Дрожжи поедают сахар, превращая его в спирт. Это первый шаг в превращении патоки в спиртосодержащую жидкость, называемую бражкой. Компьютеры помогают следить за стабильностью качества продукта. Нам удалось производить один и тот же ром одного качества 150 лет. Как мы это сделали? Все начинается на этапе брожения. Здесь у нас емкость, которую мы наполнили полчаса назад, и в ней начался процесс ферментации. О боже, брожение идет очень хорошо. Как видите, уровень углекислого газа очень высокий, и здесь практически невозможно дышать. Во время этой природной химической реакции выделяется бесцветный газ, без запаха, двуокись углерода. Если я засуну туда голову, может случиться шок, у меня не будет кислорода для дыхания. Этот прибор показывает, что уровень углекислого газа выше того, что должен быть на рабочем месте, так что надо закрыть емкость. Эта реакция также вызывает резкое повышение температуры. На самом деле, высокая температура не очень хорошо для дрожжей, так что нужно ее снизить. Если он не снизит температуру, почти 190 тысяч литров бражки будут испорчены, и никакого рома не будет. Поэтому Хосе должен выдерживать температуру в пределах от 31 до 35 градусов Цельсия. Это сложный процесс, требующий тщательного наблюдения за концентрацией дрожжей, сахара и спирта. Я слежу за тем, как идет процесс ферментации по увеличению температуры и снижению содержания сахара. По мере снижения содержания сахара выработка спирта усиливается. Но слишком большое содержание спирта убьет дрожжи. Если все будет сделано верно, Хосе может произвести до 1 миллиона 900 тысяч литров бражки в день. Когда партия готова, Хосе подходит к чану и наливает себе кружку. На этом этапе ром невкусный, но пахнет замечательно. Я передам этот образец в лабораторию для первичных испытаний. Теперь, когда ферментация закончена, Хосе может переходить к следующему этапу перегон или дистилляции. Производство рома Бакарди всегда было семейной традицией. И сегодня ничего не изменилось. Ушедшие на покой мастера-купажисты из семьи Бакарди прибыли на завод, чтобы создать специальный ром к 150-летнему юбилею. Все они родственники основателя фирмы. И каждый из них работал мастером-купажистом. Но все они долгие годы не посещали предприятия. Ром в их крови. Их страсть нисколько не угасла. Ты чувствуешь, как пары говорят с тобой. Этот поднимающийся дух мы дарим богам, понимаете? Я очень давно этого не чувствовал. Сразу столько воспоминаний. Это похоже на чудо. Ромовые спирты превращаются в очень мягкий и вкусный ром. Новый особый ром будет создан для всех членов семьи, поддерживая старинную традицию. Пока члены семьи совершают экскурсию по заводу, Хосе отправляется в лабораторию для тестирования сферментированной бражки. Прежде чем он отправит почти 190 тысяч литров на перегонку, он проверяет содержание спирта в своем образце. У нас существует стандарт, каким должно быть содержание спирта при ферментации. И просто взглянув на результаты теста, можно определить, если спирта недостаточно, и принять необходимые меры по устранению проблем. Процесс начинается с кипячения бражки. Это приводит к испарению спирта, пары которого поднимаются вверх. Затем они спускаются вниз по холодильнику, где охлаждаются и становятся дистиллятом. Здесь мы отделяем спирт от бражки. Если спирта немного, то и здесь спирта будет меньше, чем на контроле. Да, очень просто. И ради этого я учился в школе. Результат – прозрачная огненная жидкость крепостью 75 градусов, которую также называют ромовой основой. Определив, что в образце содержится достаточно спирта, Хосе может переходить к следующему этапу. Ему надо отправить почти 190 тысяч литров бражки на перегонку для производства основы. Это пятиэтажный перегонный цех. Хосе руководит его работой из центральной операторской. Его команда контролирует каждый этап перегонки, чтобы получить стабильно качественный продукт Бакарди. Здесь производятся две разные основы рома. Одна основа проходит перегонку лишь один раз – в промышленной версии лабораторного теста. Внутри перегонного куба горячая бражка течет по металлическим пластинам, нагретым до 93 градусов Цельсия. Как и в лаборатории, спирт превращается в пар, который отделяется от бражки и поднимается вверх. Затем пары попадают в холодильник, превращаясь в крепкую жидкость, стекающую вниз системы и далее в емкость на хранение. Эта основа называется агуардиенте. Она обладает характерным вкусом и ароматом, который составит основу рома Бакарди. Вторая основа проходит пятиступенчатый процесс перегонки, где очищается и превращается в крепкий алкоголь. Из-за множества ступеней процесса эта основа называется редистилляду, буквально перегнанная. Сотрудники Хосе в операторской следят более чем за 300 тысячами литров алкоголя, проходящего перегонку. В начале этого процесса крепость бражки составляла порядка 10% спирта. Мы отделяем эти спирты в перегонных колонах и получаем на выходе алкоголь крепостью 75-95%. Перегнанные основы рома отправляются по трубам в емкости объемом 300 тысяч литров. Работа Хосе выполнена, но путешествие рома еще не окончено. Чтобы это можно было назвать ромом, они должны быть смешаны в различных пропорциях, в различных условиях. О тонкостях этого процесса вам может рассказать только купажист. Правда, потом ему придется убить вас. Теперь в дело вступает мастер-купажист Джо Гомес. Во-первых, нам необходимо производить два различных продукта, потому что это дает Баккарди гибкость в том, сколько готового продукта, сколько рома Баккарди мы можем создать. Они выглядят одинаково, но определенно различны. Нужно понюхать их, чтобы различить, потому что, когда они свежие, то бесцветные. А гуардиенты здесь содержатся вкус и аромат, ассоциируемый с ромом, а регистилято, скажем так, нейтральный продукт. Джо должен применить свои навыки, чтобы превратить две основы в ром Баккарди. Будь то светлый или темный ром, окончательные купажи Баккарди создаются из этих двух основ. Для превращения ромовой основы в ром Баккарди, который вы покупаете в магазине, требуется следующий важный шаг — выдержка. Чтобы начать процесс выдержки, Косе Гомес заливает основы в деревянные бочки. Внутри бочки произойдут серьезные изменения. Поменяется вкус и аромат, цвет и внешний вид продукта. Бочки очень важны для процесса производства рома. Но Джон не делает новые бочки, он покупает использованные. И что удивительно, покупают у конкурентов, американских производителей бурбона и виски. Мы не можем допускать контакта свежего рома с новыми бочками, потому что они окажут слишком большое влияние на ром, придадут нехарактерные нотки. Эти бочки, использованные один раз, сделаны из белого дуба, они сделаны полностью вручную, со средней прожаркой внутри. Эти бочки изготовлены на заводе в Луисвилле, штат Кентукки. В закрытом помещении бочки запекаются как хлеб. При небольшом жаре дерево темнеет. Этот процесс высвобождает из него различные сахара. но запекания недостаточно. Затем бочки обжигаются. Обугливание дерева освобождает еще больше вкусов и тонов, которые впитают в себя спирт. виски и бурбона. Сначала бочки используются при изготовлении американского виски и бурбона. А когда их опустошают, Бакарди покупает их. после доставки в Пуэрто-Рико они отправляются в бондарный цех, где очищаются и лишаются остатков запаха виски. После 24-часовой очищающей ванны поврежденные бочки проходят небольшой ремонт. после окончательной проверки бочка готова принять ромовую основу. Прежде чем заполнять их, рабочие прокачивают основы из емкостей хранилища через угольную систему фильтрации. Эти крупные стальные колонны содержат особый фирменный природный угольный фильтр Бакарди. Ромовая основа медленно протекает через него для обеспечения максимального качества. Этот процесс удаляет все недостатки из свежего рома. После фильтрации рабочие закачивают основы в эти деревянные бочки. Каждая бочка заполняется или агвардиенте или редистилляту. бочка в эти бочки в день и мы готовы. Рабочие наполняют 1800 бочек в день более чем 330 тысяч миллилитров ромовой основы. МОЛОДИТЕЛЬНЫЙ Затем рабочие перемещают бочки из цеха Рослева на склад выдержки. И то, что происходит внутри, — волшебное действие. Наружу выходит совсем не то, что было за... На складе выдержки Бокарди мать-природа делает свое дело. Молодые ромовые основы созревают в темноте, медленно превращаясь в ароматный ром. Бочка просто невероятный и отличный инструмент, помогающий нашему продукту выдержаться. По мере выдержки спирты меняют свои текстуру, цвет, вкус и аромат. После одного года он приобретает бледно-желтый цвет. Но если взять шести- или восьмилетний ром, бледно-желтый начинает превращаться в янтарный. А из-за размещения и различных условий в каждой бочке основы выдерживаются по-разному. Эти две бочки совершенно не обязательно одинаковы. И мать-природа окажет на них различные действия. Тропическая жара и влажность также скажутся на процессе выдержки. Воздух проникает в бочку, позволяя рому экстрагировать из дерева сложные ароматы и вкусы. Джо необходимо очень аккуратно следить за бочками, контролируя потери на испарении. Например, сегодня обычный день, 37 градусов жары и невероятно влажно. Эта бочка, откуда мы берем образец, потеряла что-то около 10-15%. Это испарение называется долей ангела. Влияние на аромат оказывает столько факторов, что практически невозможно сделать две партии с одним вкусом. Вот почему Джо должен их купажировать. Смешивать, чтобы гарантировать, что вкус рома в каждой бутылке одинаков. Идеальное обоняние Джо и его память позволяют ему определять малейшие отклонения в партиях. Результат действительно невероятен. Замечайте нотки фруктов, цветов, ванили. Просто удивительно. Очень приятно. А потом ощущается неплохой фон белого дуба на заднем плане. Затем он пробует его. Но сначала разбавляет эту 75-градусную огненную воду. Когда я понижаю градус, в растворе сразу раскрывается множество прекрасных нот, фруктовых и цветочных тонов. И вы получаете возможность оценить невероятный, просто невероятный букет. Мы любим пить ром. Это наша жизнь. Мы этим зарабатываем на жизнь, ведь так? Но не забывайте об умеренности. После отбора партий, которые он хочет добавить в купаж, он смешивает их, соблюдая секретную формулу семьи, чтобы добиться точного вкуса определенного рома-боккарди. Вместе со своим коллегой Вилли Рамосом он выискивает на огромном складе лучшие из лучших ромовых основ, многие из которых выдерживаются уже 20 и более лет. Отобранные им образцы будут переданы мастерам-купажистам семьи для составления нового рома. Но сначала ему нужно проверить каждую бочку. Ты сказал, это 19-летний? 19-20, да. Видишь, Вилли, какой прекрасный цвет. Попробуй. Думаю, подходящий букет для того, что мы ищем. Маэстро, это просто фантастика. Для особого купажа выдержка — серьезные критерии выбора. Это тот редкий случай, когда нам выпадает прекрасный сюрприз. Мы достаем очень старые запасы. Бочку, пролежавшую здесь 28-30 лет. Открывая каждую бочку, он анализирует богатство, аромат и мягкость. Этот подойдет. Надеюсь. Думаю, да. Его задача — сузить выбор до 20-ти ромовых основ для семейных мастеров-купажистов. Как насчет этого? Это вариант. Подай мне тот самый темный. Сделав свой выбор, он передает образцы семейным мастерам-купажистам, чтобы они приступили к процессу создания нового рома. Здесь, в дегустационной комнате, семья занимается своей купажной магией. Каждый проявляет собственные таланты. В порядке того, какой вам нравится больше. Они все настолько хороши, что это просто дело вкуса. Очень хорошо, невероятно. Джон наблюдает с нетерпением. Очень приятно. Впечатляюще. Каждому из нас нужен ром, который обеспечит преемственность. Что-то из того, что было раньше, но с небольшим нюансом, вкусом, к которому люди не привыкли. Вместе они должны создать четыре разных рома. А затем проголосовать, какой из них станет особым ромом к 150-летнему юбилею. Великолепно. Великолепно. Сам процесс дегустации очень сложен, потому что напиток меняется в бокале со временем. Но смогут ли они прийти к консенсусу и выбрать всего один купаж? Ведь в конечном итоге они одна семья. Кто-то жульничает. Подсматривает в мои записи. В обычный день Бакарди производит и разливает тысячи литров рома. Когда партии прошли устраивающую Джо выдержку, он отправляет бочки со склада на станцию розлива для выкачки содержимого. Рабочие перекачивают ром в эти огромные чаны, где все партии смешиваются. Затем смешанный ром заливается в автоцистерны. Этот крепкий ромовый полуфабрикат имеет крепость 75 градусов. Наконец, он доставляется на завод. для доработки и розлива в Джексон-Вилли, штат Флорида, где превращается в готовый ром, который мы покупаем в магазине. Эта свежая партия только что прибыла из Пуэрто-Рико. Может, просто припаркуешь его на первой площадке, вот здесь. Хорошо, спасибо. Митч Шульц — член команды, наблюдающий за всем производством. Его работа — проверять качество и разбавить ром водой перед отправкой его на розлив. Мы проверяем все пломбы, чтобы убедиться, что все на месте, что цистерну не открывали. Ром прибывает на завод с 75-процентным содержанием спирта. Он очень огнеопасен. Он закачивает ром в одну из емкостей объемом почти 2 миллиона литров. Я беру образец из емкости для лаборатории контроля качества. Они проверяют содержание спирта и готовят его для контрольной проверки вкуса и аромата пятью экспертами. На каждом этапе процесса Митч лично дегустирует ром в специальной лаборатории, чтобы убедиться, что тот соответствует стандартам Боккарди. Его крепость больше 75 градусов, так что чистым его пробовать не стоит. Можно и упасть. Поэтому он добавляет немного чистой воды. Мне нужен тот древесный, мягкий вкус, которым знамениты ромы Боккарди. Я попробовал стандартный образец, и теперь пробую вот этот, чтобы убедиться, что качество одинаковое. И он полностью соответствует. Теперь он разбавляет весь ром отфильтрованной водой для достижения абсолютной чистоты. Он заливает в емкость примерно одну часть воды и одну часть рома. Требуется два часа, чтобы заполнить эту емкость на 132 тысячи литров. После разбавления водой крепость напитка снижается примерно до 40 градусов. Теперь он готов к розливу. Эти три производственные линии работают 24 часа в сутки, пять дней в неделю, разливая до миллиона бутылок рома Боккарди Супериор в день. Вот, где начинается настоящее веселье. Задача начальника производства Джоя Айалы обеспечить, чтобы каждая бутылка без проблем проходила по линии розлива. Процесс розлива рома в бутылку начинается со 120 тысяч бутылок, каждые восемь часов выкатывающихся на линию. Хотел бы я быть бутылкой на этой линии. Они как будто катаются на американских горках. Маршрут сложный, тут и переворачивание вниз головой и обратно. Бутылки поднимают и сбрасывают. Что может быть лучше такого аттракциона? Этот сканер проверяет бутылки на сколы и трещины в стекле, делая 380 снимков бутылок в минуту. Любая малейшая угроза для потребителя будет сразу отбракована. Затем бутылки переворачиваются и промываются. Интересный факт. Они моются ромом. Мы не можем использовать воду, потому что остатки воды могут сказаться на крепости напитка. Это не может быть на крепости напитка. Компания «Бокарди» использует свыше 300 тысяч литров рома в год только на мытье бутылок. Затем бутылки направляются на участок розлива. Все происходит за толстым защитным стеклом не случайно. Бутылки мчатся со скоростью до 80 км в час. Из-за того, что все очень точно синхронизировано, если одна бутылка застрянет, произойдет настоящая авария. Представляете, каково это? Собирать стекло от 15, 30, 40 бутылок. Это дело непростое. 80 форсунок наполняют бутылки за 10 секунд. Затем бутылки с невероятной точностью получают свои крышки и этикетки. Эти высокоскоростные камеры не перестают делать снимки этикетки и контр-этикетки. Каждая этикетка тщательно проверяется, чтобы убедиться, что она наклеена с точностью до 2 мм. Если она наклеена хоть немного неровно, бутылка отбраковывается и отправляется в начало линии. Настало время последней проверки вкуса. Имеет ли ром Бокарди вкус рома Бокарди? Не каждый день сотрудники пьют алкоголь на работе. Но избранным работникам Бокарди не только разрешается пить ром. Это их обязанность. Каждый день пять сотрудников, обученных искусству дегустации рома в Бокарди, приходят в лабораторию качества для участия в сравнительном тесте. Мы пробуем каждую партию, выпускаемую на этом заводе Бокарди, прежде чем она его покинет. Им дается шесть бокалов. Один бокал контрольный. Это то, какой вкус должен быть у Бокарди Супериор. еще один слепой контроль, который они также должны определить. Их цель определить имеют ли четыре других образца один и тот же вкус или серьезно отличаются от контрольного. Пока что первые три, что я попробовал, совпали с контрольным. Серьезной разницы не было. К этому этапу в Роме редко встречаются отклонения. Это приносящий удовлетворение момент для рабочих, когда они могут присесть и насладиться плодами своего труда. это радостная часть нашего рабочего дня. Мы гордимся своей продукцией и наслаждаемся ей не меньше потребителей. Когда последний бокал продегустирован и все прошли тест, Ром готов увидеть мир. Я должен сказать прощай, потому что скорее всего никогда его больше не увижу. Прощай, мой добрый друг. Редактор субтитров На этом огромном складе площадью 7400 квадратных метров хранится более миллионов ящиков Рома. Он поставляется покупателям по всему миру. В Пуэрто-Рико семейные мастера-купажисты создали четыре новых купажа Рома. Теперь они должны решить, какой из них предпочтут. Мне он так нравится, что вместо того, чтобы его дегустировать, я его выпью. голоса отданы. Они произведут всего лишь тысячу бутылок этого особого Рома к 150-летнему юбилею для членов семьи и ограниченного круга лиц. Да здравствует летучая мышь! После долгих дней дегустации они приняли окончательное решение. Старые ромовые основы, выбранные Джо, стали настоящим успехом. Теперь его задача вместе с Хосе вручную смешать новый ром, созданный мастерами. Хосе мы будем использовать эту бочку, эту бочку и, наверное, вот эту. Этих четырех должно хватить. Это путешествие в прошлое. Именно так наши предки делали это. Мы сделаем это дедовским способом. с помощью насосов выкачаем все из бочки в большой дубовый чан. Я не могу рассказать вам, что именно в каждой из этих бочек это секретный купаж. Могу лишь сказать, что это просто невероятный купаж. он очень мягкий, невероятно ароматный и создает прекрасное, долгое ощущение. Дон Факунда Баккарти гордился бы им. После 150 лет семья собирается снова, чтобы продолжить традицию и насладиться бокалом рома в честь основателя марки. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Денис Некрасов. Текст читал Денис Некрасов. Текст читал Денис Некрасов. Текст читал